Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 567. События дня. 1 Коринфя 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. За 2 июля 2017 года пишет Кирилл Скриник и Елена. «Мир вам! Если будет возможность, отправьте Вику домой. Если нас крестить не будет, не вижу дальнейшего смысла пребывать ей там». Я по частям говорю, а какое это отношение имеет к крещению? Смысла нет. Девочке пребывать она третий год, кажется, уже здесь отдыхает, работает, веселая, и смысла ей нет. Ну, нынче нет детского лагеря, а просто отдыхает в домах, и нам еще лучше даже, чем было. Так что, смысл. Смысл никак. Это никак не связано между собой. Сколько детей отдыхает нынче здесь, и никто не принимает крещение. Здесь никак не связано. Связано с крещением самой Елены. Вот это понятно. Ну и как это связано? То есть она непременно хотела креститься. Батюшка ответил, она к нам не ходила на богослужение. Один раз пришла, и все. Ни за занятиях не было. А у нас положено так. Человек готовится от трех до пяти лет. У него два поручителя, которые помогают ей. У ней нет ни одного поручителя. Она не просила. И я хочу быть крещеным. Но у нас правила определенные. Взятые это с первоапостольской церкви. Вот коммунисты это все себе переняли. Кандидатский стаж. Кроме того, никто ее не знает. Когда у нас проходит подготовка уже к крещению, накануне проходит собрание. Собираются члены церковного совета. Бывает даже двух общих. Около десяти человек. И двое поручителей. Вот двенадцать человек. Здесь ни одного нет. Как она вела себя? Как жила? Как изменилась ее жизнь? Какова ее вера? Соответствует ли? Ну, сегодня нигде этого нет. Нигде. Повторяю, нигде. Кто бы ни был, кто бы ни крестил, которые известные священники выступают, нигде так, как крещение не готовят. Ну, как он будет готовить-то, если этого нигде не принято. А что так, это и должно быть. Что это очень серьезно. А не так, что пришел-ушел. Пришел-ушел, это не христианство. А здесь так, ни одного условия не выполнено. Там правила, какие вопросы. Вот все. Ничего этого у нее нет, Елена. И ей отказано было. И вот дальше она пишет. Это была моя мечта. Креститься и жить в Потеряевке. Но вы постоянно отталкиваете нас. Как мы отталкиваем, она не говорит. Как отталкиваем. Реально она была. Показали ей три дома, в которых можно было жить. Не строя дома, чтобы отправить. Сейчас в них отдыхают дети. С родителями дети отдыхают, как правило. И отталкиваете. И говорят, это нереально. Ты одна с шестерью ребятишками. Что ты будешь делать-то? Какую работу можешь выполнить-то? Ну, ребятишки-то малые. Вот он строится один у нас, Алексей тут, Алеша. Третий год уже. То обманывает, то что его сейчас нанято и нанято. И везде нанято. И все речь исчисляется сотнями тысяч рублей. Это не просто так. Кран нанимать, пригонять, поднимает бревна. Пригнали машину бетона, привезли. Сразу откидывает десятки тысяч рублей. Вот мне бульдозер нужен привезти только. Уже в 20 тысяч. Ну, какие деньги? А сама в долгах, да еще и берет где-то в кредиты. Ну, реально надо смотреть-то. Не то, что там она не может сказать, что ей не помогали мы или что. Тем более, сама ролики выставляла. О помощи ей. Ну, нереально. Реально это молодые, у которых есть родственники. Которые будут помогать. Приедут, будут строить дом. Строить домов свободных нету ни одного. Нету. Были когда-то. Мы приобрели их взамен в лагере в прошлом году. Вот 18 июля. Вот уже рядом скоро будет. Как последний раз лагерь существовал. Последний день. 19-го я его уже расформировал как основатель и прочее. Но вы постоянно отталкиваете нас. Я одна содержу и ремонтирую дом. И шесть детей. И то, что нам помогает, это промысел Божий. Потому что Бог есть любовь. Он не злой судья, который всех обличает. Он любит всех. Который всех обличает. Как раз он всех обличает. Вот и показывает, что ты еще и Библию не знаешь, Елена, как. Он всех обличает. Все перед ним виновны. Писание говорит, нет праведного, нет ни одного. Так что весь мир осужден им. Никого он не осуждает. Который всех обличает. Всех любит. Любит грешников, кающихся. Иначе он любил, любит Бог из Чикатило и Гитлера. Не так это. Совсем не так. Что детей помогают растить. Ну, понятно. И держись за этих людей. Там, где в Барнауле. В Покровском соборе. В Знаменском. Мы же не тянем к себе. Была здесь. Была. Дети. Что я могу сделать? В прошлом году пятеро детей. Я их содержал, кормил, поил. Бесплатно ухаживает. Смотрит. Это же люди оторванные. Которые тоже ни рубля не получают. Мы должны делать это. Будь благодарна за то, что есть. Вот. Я бы. Что больше-то не сказать-то. Всех обличает. Это она ко мне. Вот это последнее. Это как. Он. Не злой судья. То есть. Не злой судья. Эта фраза я полностью отношу в укор. То, что ее не приняли. Это я злой судья. Это не как Бог. А который. Который всех обличает. Я сказать. Я всех обличаю. Тут явный намек. Не надо говорить, что она не думала об этом. Да. Действительно. Обличаю. Говорю. И говорю для пользы. Чтобы напрячься. Жить для Бога. Он любит всех. В Карабенниково есть батюшка. Светлой души человек. Может он покрестит. Ну это прекрасно. Что в Карабенниково есть такой батюшка. Со светлой души человек. То есть. Не такой как у нас батюшка. С темной душой. Тут тоже ведь. Ну все нам. Не крестил ее за счет. Светлой души буду искать где-то. Он тебя не знает. Ни дня ты не была. Не жила там. Ну еще говорить об этом. Светлой души человек. Такую характеристику давать можно. Прожив с человеком не один год. Видя его дела. Плоды. Тут ничего неизвестно. Мы были в Карабенниково. С светлой души человек. Только там роман был. Только уезжай. Игнатий скорее уезжай. Как вот где бесноватый был. Гадаринский. Так выгонял. В милицию вызвал. С светлой души там собрались люди. Мы видели. Ездили. Были. И что его наказали за это? Нет. Его епископом поставили. Епископом. А он коварствовал. Лгал. Обманывал. Ну власть-то не та. Уже не могла арестовать. Он прямо причитал уезжать скорее. Где были. Не в храме. На улице. Все. Карабенниково прошли. Сколько дворов я не знаю там. Ну большое довольно село. На тысячу допустим. Прихожан приходят шестеро. Там монахов семеро. Два евангелия на все деревни нашли. Два евангелия. Мы там раздали 450 новых заветов с Псалтырью. Вот она там светлой души. Ну что сказать. Дай Бог. Но мы видим, что там непрорубная тьма. Люди не знают. Бабушка одна показывает. У меня евангелие есть. Показывает сонник. Как сны разгадывать. А другая. А я думал, а помянник какой. Так вы же евангелие не знаете. А чего знать. Отец Роман что надо скажет. Вот такая там светлая душа. Откуда он прибыл со светлой душой. Слово светлой души даже апостол не употребляет нигде. А тут не желаю сразу характеристику. А что контрастно показать. Потеряевки темной души человек. Тут не скрыто даже. Тут раз не приняли крещение. Почему не приняли это? Ну в прошлом году знала. Знала какие условия. И условия взяты с первоапостольской церкви. Ну мы приняли. И что дальше? Крестить. Крестить то это не просто крестить. Подготовить надо. Главное то. Чтобы обратить человека. Златоуст говорит. Нужны тысячи талантов. Сколько тысячи? Ну минимум 2-2 тысячи талантов. А чтобы крестить ни одного таланта не надо. Вот тебе и светлая душа. Ни одного. Достаточно быть рукоположным священником и не быть в запрещении. Вот тут толковать на нечего. Как Бог благословит? Действительно. То что Бог благословит должно быть видно. Бог благословит. Это изменение жизни. Примирение с врагами. Добродетель. Ну и все проще. Жаль. Жаль. Я расстроилась сильно в отказе. Вот она расстроилась сильно в отказе. А я что могу сказать? Я заранее сказал, что не расстраивайся. Не расстраивайся. Ответ дан согласно Слову Божию. А так-то проходной двор-то везде в любом можете идти. Наемники. Наемники. Они так и ведут себя. Пришел, деньги заплатил. Мокрой ладошкой по мозгам и иди по макушке. Но мне приходится выживать. И в городе трудно поднять детей. Я думала, в деревне хоть продукты выращивать буду. Козу заведу. Буду искать другую деревню. Но это тут уже в панике. Неразумие пошло. Она будет искать деревню другую. Да пьянь. Остатки растащит все. Ты сама говоришь, у вас там маньяк девочек ловит. А в деревне-то тем более там полиции не дозвонишься нигде. Она поедет. Никуда она не поедет. Ну, просто привыкли вот так вот вести и говорить слова безответственные. Поднять детей трудно. Расстроилась. Говорил, не расстраивайся. Приготавливайся. Расстраиваться не надо. Вот думала в деревне продукты выращивать. Какие продукты выращивать? Я и осенью говорил, приезжай сюда и начинай выращивать. Я тебе дам домик. Поживешь до зимы. Своё вырастешь. Даже не ответила я на это. Не ответила. Разговора и нет о том, что выращивать. Выращивать надо сажать. Надо пахать. Надо пропалывать. Дети, чтобы помогали. Ничего этого нет. А сама она, девчонка, последняя, еще и инвалид. Сердечница, как говорит она. Будет опровергать. Может, это... Трудно поднять детей. Понятно. Продукты выращивать. Казу заведу. Ну, козу заведу. Ладно. Как ты ее заведешь? Ее покупать надо. Коза не бегает беспризорно. Далее. За хозой надо ухаживать. Доить. Ей все надо. И какой-то сарай построить. И сено заготовить. Что ты заготовишь-то? Ничего нет. То есть, ежедневенка. Явно, что кто-то должен брать на себя и тащить. Это нет возможности. Люди-то упрекают. А, вот без мужа наживала одна детей, а теперь вот она, то другое, я тоже могла бы. Ну, теперь что, говорю, дети-то уже есть. И сразу в гнев. Это не пойдет так. Благостей вас, Христос. Отправьте Вику домой. Отправьте Вику домой. Ну, вот. Что на это сказать? Сказать только то, показать, как было здесь скрынник. Я вчера отвечал ей, вот он ее ответ, попросил дать ответ. Ответа не поступило. А ответ был. Я пишу ей. Я уже писал вам, в кавычки открыты. Ваша дочь Виктория жива и здорова, веселая и марширует, как солдатик. Без вашей и письменной просьбы ее не будут крестить. То есть здесь мы можем видеть подвох какой-то. Без вашего ведома дочь крестили. Это уже было такое у людей. Крещение намечено 9 июля 2017 года. Препятствий к окрещению на сегодня для нее нет. Для Виктории. Ну, девочке 10 лет или сколько там. Примерно так. Хорошая девочка. Она несовершеннолетняя. И потому без документа, тире вашей просьбы, документ это просьба ее, согласия вашего, батюшка не крестит таких. Это любой скажет правильно. Ребенок, его хоть куда, в монахе записывает их. Виктория, ваша дочь, может тут быть в гостях все так же бесплатно до 2 августа. То есть еще больше месяца. Что неправильно написал. Бесплатно, с одеждой, кормим, там одежду какую она тут раздавали, она получила. Так, кажется, яснее сказать невозможно, что в Виктории есть доступ до крещения, но с вашей просьбой. А вот об этом вы ни слова не говорите. И видно, что это условие пропущено мимо. Не пропущено. Не пропущено. Как, когда два же я об этом говорил. Прислать, позвонить, мало того, написать вот здесь, в скайпе. Нет этого. И я вижу в этом нехорошее. Нехорошее предисловие. Вот так, потому что это уже было. И поэтому мы насторожим. Но трудно, если ей надо креститься. Она допускается. И требуется только согласие матери. Просьба матери. Нет ничего. Условие пропущено мимо. Я спросил Викторию. Она ждет крещения. Итак, напишите, что просите покрестить ее и разрешаете. Или вам она нужна дома. Тогда через день, во вторник, мы ее отправим. То есть, теперь получается завтра уже домой. Но она желает тут быть еще. Ответте сразу же. Ответа нет. Этих событий какие. Ответа нет. И за каждой строкой я вижу недуховное. Это так. Потому что мы сделали, что могли. Все по совести. Мы к себе в общину не зовем. Это не означает, что она покрестится и должна ходить. Нет. Просто готова к окрещению. Вот у нас крестилось, допустим, 12 человек. И ни одного в общине нет. Это все до одного московской патриархии, которые приезжали из других городов. И даже местные, которые были. И все они в московской патриархии. Мы никого к себе не зовем. Что она приняла крещение. Это не означает еще, что мы наседаем на нее. Давай, давай, ходи к нам. Нет. Ну, вот такой ответ. Ну, нет ответа. А до этого вот она писала. Думала она в деревне. А мне... До этого я и написал. Вот как я сейчас прочитаю. Так. Она сначала писала. Жить. Большая любовь. Упование мое. Тут я об этом говорил. А меня и отвечал. Я тогда приеду. У меня кто-то... Вот. Да можно даже просчитать. Хочу к вам приехать. Но нет денег. Я взяла кредит 50 тысяч. Чтобы оплатить долг. За свет. За свет долг. Теперь отдавать 75 тысяч. Надо вот... Как она думала брать? Отдавать столько. Знала, что столько отдавать. И ни с кем не советовалась. И на что надеялась. Это дальше-то... Ну, на что? Не знаю. Надо вот все пособия. На долг уходят. Ну, не на долг. На проценты. Хотела креститься. Не знаю теперь. Вы примете меня или нет. Это до этого писала. Но у меня другого выхода не было. В долг никто не дает. Ну, в долг. Какой долг? Никогда не отдаешь назад. Ты как ты отдашь? Не отдашь ты никогда. Пришла взять кредит. Я так устала одна. И их кормить. Шесть кормить. Шестерых кормить. А деть и в школу собрать надо. Мы как раз тут и помогаем. И кормим. И поим. И одеваем. Помогаем. Бесплатно привезли. Бесплатно увезли. Ну, то есть. Отдала только одного ребенка. Остальных не послала сюда нынче. А могли все быть здесь. Пятеро. Да и сама могла приехать тут быть. Тоже. Тоже не приняла ничего этого. Потому что сама была бы здесь. Участочек земли. У Надежды Васильевны. Тут пустой земли море. И все распахано. Сажай. Пальцем не шевельнуло. А это я уже не раз ей писал. Весной готовься. Семена какие надо. Добывай. Хозяйка. Нет. А только одни слова. Но что наша маленькая жизнь по сравнению с вечностю. Ну, далее она пишет о вечности. Все. Принятие скорби и радости. Осталось тут жить-то лет десять-двадцать. Христос. Самая большая моя любовь. Он упование мое. Он поднял меня из грязи. И все простил. Сомыл кровью своею. Одел в белые одежды. Осталось только погрузить три раза. И засвидетельствовать, что Он мой Спаситель. Как моя красавица там Виктория готовится к крещению? Ну, я ответил, что ее красавица Виктория готовится. Если Христос благословит, хочу взять билеты до подстепного, вы сможете встретить с поезда. Благослови Господь потеряевку и всех жителей. Аминь. И всех верующих во Христа с воскресением мертвых. И Христа, и воскресением мертвых. Аминь. С любовью во Христе Елена. Я отвечаю. Приезжать вам не нужно. К окрещению готовьтесь. И если Господь сподобит, то там, в Барнауле, в Покровском соборе, патриархийном. И примите крещение или в другом храме. Встречать тут вас никто не будет. Ваша поездка в потеряевку отменяется и ныне нежелательно. Прямо открытым текстом написано. Относительно кредита вашего 50 тысяч рублей. У нас в уставе деревни написано, что запрещается брать в кредит, чтобы не стать рабом злодеев и грабителей. Не приезжайте. Посвестательный знак. Я разговаривал с батюшкой, и он ответил, что к окрещению вы тут не готовились. Ходили там в храм. Вас он совсем не знает. Видите как? Считаю, что ответ разумный. Ваша дочь Виктория жива и здорова. Ну, дальше все, как написано, крестить. После просьбы. В гостях. Примите. Сказанное тут мною спокойно. Видите? Я уже знал, что вот это будет у нее нерва. Как это? Вот немного. Виктория, ваша дочь, может быть тут так бесплатно. Лагеря больше нет. Он ликвидирован мною 19-го и 7-го 2016-го. А это просто наши гости. Ну и дальше. Вот и дальше отправьте. Теперь она прямо наставит отправить. И значит, утром-завтра мы должны отправить девочку. Отправить. И она еще целый месяц будет мотаться где-то в городе, в опасности. Ну, явно дело, что никак не связано с крещением. Ну, даже не как крещение. Но одно слово сказал. Я мать, я согласна крестить. Чтобы девочка, моя дочь Виктория, красавица, крестилась. И она будет крещеной еще месяц жить. Нет. Сразу на своем. И вот так. То есть, это избалованность. Избалованность, чтобы, по-моему, нет. Я условия ставлю такое. И во вред девочке. Конечно, во вред. Тут она довольна. Все. И мать довольна. Сама послала. Никто ее не брал. И теперь я уже, не знаю, отправим. И чтобы, не дай бог, не потянуло ее на другую сторону. Ну, а что тут она может сделать? Если даже сделать. То есть, я недоброе подозреваю. И у меня достаточно для этого основания, чтобы так думать. Вот. Девочку я сегодня расспрошу, как она желает. Нет. Оставится на память запись эта. Вот. Ну, вчерашний день. События дня воскресного. Батюшки нет. Он в городе. Воскресенье здесь. Воскресенье там. Ну, богослужение прошло. Все у нас как хорошо. Потом занятия были. Занятия записаны. И будут. И уезжают у нас племянник. Приезжал Василий Лапкин. С женой и с тремя детьми. Две девочки. Одна отличница. Все на пятерке. А другая тут. Поменьше. Говорит, у нее не совсем так. Ну, ходили по ягодой. Я уговаривал не уезжать. Они уезжают. Там, Новосибирск. А потом на свадьбу. Бракосочетание. Нашего племянника тоже. Племянника. Я им показал 25 пунктов, которые удерживают их. По парадку. Все записано. Вам будет интересно потом этот ролик посмотреть. Ну, а что тут в этот день? Видели только последствия бури, которая была в субботу. Шифер, Содер, но никто еще не делал. Воскресный день. Все благополучно. Дети посмотрели фильм Иеремия. Я уже смотрел его много раз и еще раз посмотрел. Вот. Вот такой день, события дня. У меня гости приходили, уходили. Приходили за книгами. Чернова Наталья и Сергеева Марина тоже книг много взяли. Это тоже событие для нас. Василий. Я люблю книги дарить. Пришел я ему 8 к истинному православию, 8 книг дал. Ну, он берет все заплачено у него. Добрый, благодетельный. И с женой по-хорошему. И все. И пришел он сегодня. Может быть ролик на прощание еще с ним запишем. Пошлю Володю туда. Это вот какие бы, как бы сказать, события. Ну, и показать наши ресурсы, чтобы люди знали, где это. Вот первое. Мой мир. В шапке где я. А где с голубем, то там не надо туда. Потому что то контрольный делает. Вот сегодня выставляет некоторые. Сегодня я выставляю 10 роликов. Вчера 12. То есть у нас очень-очень богатые. 7 550 примерно уже видеороликов у нас. Как корченские сообщили. Говорят, мы все про вас знаем. То есть смотрят, что у вас без замков дома. И ночью овечек никто не охраняет. Вот как, дескать. Ну, и воруй, тащи. Приезжали воры, были, поймали. Двух больше не ездят. Господь, напрасно говорит, охраняет человек, если Господь не охраняет. Господь хранитель, Господь спаситель. Вот. У нас очень, ну, большая аудитория. Вот я сейчас покажу эти ресурсы. Дальше. Православный форум. Вот он у нас. Маленькое посещение, но стабильно. Никаких споров нет. На форумах спорят. Вот вчера 268. Вот он, 290 в среднем. Немного приходит людей. И вот наш видеоканал. Православный видеоканал. 6 миллионов 724 тысячи. 904 просмотра. И 7216 подписчиков. Вот сегодня я говорю 20. Вот поставил наказ Никите. 21 просмотр. Ну, немножко смотрят. 21 просмотр за 50 минут. Вот. Ну и такие. На встречу у меня огромная техника барабаша. За один час 22 просмотра. Все. И еще. Это наш православный библейский сайт. Вот это сокровище, превышающее всякое человеческие возможности. Отвечает 4124 ответа. Ну, богатые. Я сейчас немножко возьму хотя бы один ответ. И на 55 папок разбито тем. И вот одна из тем, это внутренний мир человека. Вот я сейчас открою некоторые. Вопрос 225. Первый том открытым оком. Какая главная черта во внешнем поведении православного христианина? Черта во внешнем поведении. Ответ. Это я давал ответы в университетах, в школах, техникумах, милиции, в норильских частях. Радиопрограммы вел. Непонятно, о чем спрашиваете. О том ли, что стало характерной чертой нынешних православных. Или о том, какой должна быть эта черта. Сегодня главная черта так называемых православных христиан – это дикое невежество, насаждаемое невозрожденными пастырями. Насаждаемое? Ну, такое мне никогда не не простят попы. Совершенно неправославные, неверующие люди, слепое телевизионное язычество считает православную церковь своей. Это вседозволенность и необязательность, невозрожденность, новохристианство. Пришел-ушел. Хорошие духовные книги на полке сами по себе. А мы живем сами по себе. Независимо от них. Очень прошу прочитать у Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазова, главу о великом инквизиторе. Архиереи, священники сбросили духовную планку. Нет никаких требований, ни исполнения канунов. На 300 лже-крещённых, мочёных, лишь один ходит в церковь. Мы разрешим грех, узаконим его, и этим спасем всех. Вот лозунг инквизитора. Но за гробом эти православные обрящают лишь смерть. Прочтите раза 3, 8 главу Евангелия от Иоанна. Это состояние сегодняшних православных. 12 колен Израиля молились день и ночь, ожидая хозяина Христа. Но когда 1 Иоанна 11 пришёл к своим, и свои его не приняли, не только не приняли, но оклеветали, и не кто-то, а именно духовные вожди, и распяли. Христос спрашивал их, Иоанна 8, 43, «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Хотя он говорил с ними на их родном языке, нет никого сегодня, кто позволил бы так издеваться над своей верой самим себе и своим духовным вождям, как православные. Из 719 правил Вселенских Соборов и Святых Отцов, 413, то есть 57%, умышленно, целенаправленно, ежедневно нарушаются. Это то, что ни от кого не сокрыто. Характерной же чертой христианина должно быть. Любовь к Богу и к своей вере, знание её, любовь к Библии и постоянное самоукорение, самоосуждение, умение и у других увидеть хорошее и перенять к себе. Сейчас же православные, как некая Клоака, сточная яма, всасывают в себя самое отвратительное, самое безбожное и чуждое, что есть у других. Придумали, что в армии и путешествующим можно не поститься. Это ухватили от Магометан. Нужна крепкая государственная власть, чтобы нас боялись и уважали, а для этого можно пойти на любой союз, даже с коммунистами. Кавычки закрыты. Чтобы получать помощь и иметь доступ к международным организациям и рынку, не могут выдраться из оккуменизма, лобзаются и братаются с еретиками и сатанистами. Православный же христианин должен иметь в себе стержень упования на Бога и на все вопросы ответ искать только в Библии, в Святой Библии. Характерная черта православного, отличающая его от прочих, это его благоразумие и рассудительность, широта мысли, твердость, нежность и тончайшее целомудрие. Православный человек должен обладать мудростью свыше. Яков 3.13.18. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устроится и все худое. Вот старообрядцы все время бурчат и бурчат. Вот такая у них мудрость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же, правда, в мире сеется у тех, которые охранят мир. У православного христианина должен быть абсолютный авторитет Библии в толковании святых отцов православной церкви. Вопрос 226. Первый том открытым оком. Какие испытания вам пришлось перенести в заключение? Какие открытия дал Бог после этого? О чем-либо жалеете? Серьезные вопросы. Ответ. Подробно на эти вопросы даны ответы в нашей книге «Для Слова Божия нет уз». Повторю слова профессора Владимира Филимоновича Марсинковского. Арестованного еще при лени. Со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Свои переживания выразил в книге стихов «Церковь свобода тюрьма». Главное открытие в заключении – то, что я великий грешник, и меня Бог любит, и дал возможность пересмотреть свою жизнь всю, как бы из-за гроба. И в этом я видел любовь Божию. Жалел о том, что не ценил прошедшее время, как должно, хотя ежедневно готовился к аресту. Во мне пробудилось огромное чувство вины перед всеми и желание умереть, очистившись от всего ненужного. Но Бог решил иначе, и вот я здесь. Вопрос 227. Первый том открытым оком. Когда себя не уважаешь, когда мучает чувство вины за себя, за свою бестолково прожитую жизнь, комплекс неполноценности, то что делать? Ответ. Любой психолог вам подскажет выход из этого состояния, то есть напустить на себя храбрость, от всего отмахнуть и забыть. У верующих дело обстоит сложнее. Если безбожник говорит, что на все наплевать и забыть, истребить такие мысли из памяти, то для обратившегося на путь спасения совершенно наоборот, эти чувства в себе нужно еще более усилить. Для осознания совершенной негодности, что ты разложился, сгнил, пропал, ни к чему не годен, и выхода нет, реквием жизни. И тогда тебя достигает апостольский призыв. Евреям 12.2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей его радости претерпел крест, пренебрегший постромления, и воссел одесную престола Божия. Евреям 13.2. Искупленное щадо Божие более не может терзаться комплексом ущербности. Он открытым орлиным оком простирается вдаль. Чувство вины снимается в покаянии во святом крещении. Откровение 21.5. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сие истинны и верны. Чувство ущербности, туман отчаяния, который как мглы и бури нагоняет дьявол, отвергняя одним утверждением. Это было все в прошлом и омыто кровью Иисуса Христа. От ныне я, чадо Божие, и иду за Спасителем в небо. От смерти в жизнь. Иаэль 3.11. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Вопрос 228. Могут ли бесы жить в человеке и никак не проявлять себя, или чтобы человек не знал, что в нем бесы? Может ли быть такое? И можно ли узнать, есть ли в тебе этот паразит? Ответ. Такой квартирант может замаскировать себя и какое-то время никак не проявлять себя. В житиях святых об этом считаю многократно. Особенно это возможно, когда человек живет совершенно уединенно. Но стоит ему начать жизнь духовно мудрым, активным христианином, как бес немедленно заявит о себе бунтом, осуждением, обидой, яростью, прикословием. Святые настоятельно советуют жить общежительно и в послушании у более опытных. Существуют определенные признаки небуйного беснования, но которые говорят о возможности присутствия злого духа. Повторяю, что только признаки, а не само беснование. Демон боится оружия, которое дал на него Господь, поста и молитвы. Свои проявления он активизирует на молитве и во время поста. Борьба с плотью всегда противна демону. Сон, многоедение, блудные и греховные помыслы, сребролюбие, ложь, пьянство и подобные дела плоти, его питательная среда. Присутствие падшего духа в человеке почти всегда выражается в его внешности. Суетливость, вмешательство в чужие дела, постоянная обида и гнев, искусственно выискиваемый, накладывают оттенок мрачности, подозрительности. Таким людям все время кажется, что им чего-то не додали, не дохвалили их, прошли мимо. Все вращается вокруг своего «я», дикое тщеславие и лжепослушание. Лекарство какое? Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Лука 9, 23. В «Житьях святых» постоянно говорится о злых силах, духах, которые находились в учениках опытных подвижников. И причина того, почему эти квартиранты оказались в их послушниках, была самая прозаическая самость, самомнение, болтовня с вредными собеседниками, нетвердость в Писании, неисповеданность грехов этих. Вот мой ответ. Ну, на этом можно сказать все.